Доброе утро! 21 мая. Хочу показать, как развиваются и растут мои кусты голубики. Показать, как завязалась ягода. И хочу буквально начать с этого куста. Просто показать вам размеры кустов голубики. Таких кустов у меня на участке несколько. И смотрите, чтобы он настолько высокий, чтобы достать до макушки этого куста, до верха, мне нужно максимально вверх вытянуть руку. Вот такими огромными бывают кусты голубики. Хотя этому кустику только седьмой год. Большинство сортов голубики уже отцвели. Буквально, по-моему, три куста у меня еще, которые только начали цвести. Но это кусты с поздним сроком созревания ягод. А вот этот кустик маленький, он цвел самым первым. Я не знаю, к сожалению, его название, но он такой маленький. Я смотрю, что он в высоту расти особо не хочет. А ягоды у него завязалось достаточно. Но ягода вся крайне мелкая. Посмотрите, очень мелкая ягода. В прошлом году тоже он нам давал ягоды. И тоже она была вот такая вот мелкая, но сладкая. Такой хороший кустик, но он не хочет расти в высоту. Он очень много дает побегов по периметру всей посадочной ямы. Посмотрите. Так же было и в прошлом году. Я очень много побегов вырезала. И даже вот вылазят побеги за пределы посадочной ямы. Посмотрим на его ягоду, когда она будет созревать, наливаться. Конечно, она будет немножечко крупнее. Но тем не менее, по сравнению с другими сортами, ягода очень мелкая. Что за сорт такой диковинный, я не знаю. А вот здесь у меня сорт Тора. Прекрасно прошло пыление. Очень хорошо завязалась ягода. Ягода уже вот таких размеров. Довольно-таки крупненькая, кругленькая. Вот такая ягода у Тора. Обычно в прошлые года первая ягода у нас созревала где-то с числа 10 июня. Но в этом году была затяжная холодная весна. Поэтому, может быть, немного будет попозже. Но вот мы у себя в Краснодарском крае примерно вот в этих числах получаем первую спелую ягоду. Где-то вот начиная с 10 июня. Очень хороший рост побегов уже у всех кустов. Посмотрите, у многих уже сантиметров по 30-40 побеги. Очень много порослей пошло молодой. Вот молодые побеги. Дальше покажу вам еще буквально пару сортов для сравнения. Это сорт Дюк. Тоже очень хорошо пылился, хорошо завязалась ягода. Вот такая кругленькая, такого размера. Ну, конечно же, где-то еще и цветы есть. А где-то совсем вот мелкая ягода. Ну, вот такой красоты, такого размера. Очень крупный лист у Дюка. Красивый, блестящий. Вообще, мне нравится форма его куста. Такая вот она чашеобразная. Куст невысокий. Компактный. Не нужно его там урезать, вырезать. Красивая форма куста. Рядышком здесь Блюкроп. У Блюкропа ягода поменьше. Но тоже очень хорошая поросль у него. Молодые побеги. Довольно таких хороших уже размеров. Хорошо чувствует себя кусты, хорошо развиваются. Вот это Блюкроп. А дальше сорт Блю Джей. Вот такая ягодка у Блю Джея. Сейчас с этой стороны покажу. Вот это Блю Джей. Мне нравится его ягода. Она такая, знаете, как я вот всегда говорю, образно, с подхрустом. То есть ее раскусываешь, и она такая как бы с подхрустом идет. Плотненькая такая. Но очень вкусная, очень сладкая ягода. Тоже довольно-таки, посмотрите, высокие кусты. На всех кустах лист хороший, зеленый. То есть кустики чувствуют себя хорошо, питательных элементов им достаточно. Это сорт Чандлер. Тоже мне нравятся кусты Чандлера. Такие они компактные, такие мощные. В плане, что не тоненькие, не вытянутые веточки. И вот такая ягода уже у Чандлера. Но есть еще и цветочки. Вот такой Чандлер. Конечно, при полном созревании ягода его очень крупная. Наверное, самая крупная ягода из всех сортов. Приятно кушать такую ягоду. Ну и вот здесь кустики, которые только цветут. Видите, хорошая яркая зелень. То есть и кислоты в почве достаточно, и питательных элементов. И вот здесь этот сорт дал вот такие вот ну не знаю, от корня, наверное, поросли, отростки. Хочу в этом году их попробовать откопать и рассадить. То есть вот такой же довольно-таки получился хороший кустик, отдельно растущий. Попробуем таким образом размножить. Ну и покажу вам напоследок бруснику. Брусничка тоже уже завязалась. Вот такая у нее ягодка. Она когда цветет, очень красиво и декоративно. Видите, такие вот малыши кустики с такими красивыми колокольчиками. И когда дает урожай, то есть завязывает ягодки, она тоже очень красиво, очень декоративно. И к тому же очень вкусная ягода. Друзья, всем хорошего настроения, всем хороших урожаев. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok